Здоровки, Амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня, наконец-таки, я добрался до ролика Гигука. Я посмотрел весь Ван Пис, чтобы снять это видео. Погнали, посмотрим. Оу! Оу! Хайп! Да хуя хайпа! Боже мой, это момент из Эйтира! Я всё? Я всё? Я всё? Что мы будем делать сегодня? Мы составим рейтинг всех арок Ван Писа. Зачем мы это делаем? Потому что я недавно нагнал весь вышедший Ван Пис. Я говорю про Мангу, я прочитал почти всё. Хорош, хорош. Всё опубликованную Мангу. Она охуенно хайповая, окей? Я не могу об этом молчать. Ван Пис абсолютно потрясающий, и я не могу им не восторгаться, и вот как я это сделаю. У меня мало знакомых фанатов Ван Писа, и те фанаты, кого я знаю, прочитали меньше меня. Я знаю, что вы существуете, я знаю, что вы есть. К сожалению, я так и не прочитал Ван Пис, но успел посмотреть и даже потихонечку начал пересматривать. Но никто из друзей, которых я недавно видел, не фанат Ван Писа, кроме Ахары. Я был в Англии, я хочу просто поговорить про Ван Пис. Потому что до сих пор у меня не было возможности основательно подробно поговорить про Ван Пис. Я говорил, что мне очень нравится... Он даже плотненький тирлист подготовил. ...ван пицы Ван Пис. Я говорил о том факте, что это манга, аниме и сёнэн эс тира. Возможно, не аниме, аниме спорное, но манга однозначно. Пожалуй, пойдём в представленном порядке. Арки Ван Писа варьируются от абсолютно удивительной топовой манги до... В некотором роде посредственной. Некоторые арки немного нудные. Но я не думаю, что есть арки, которые стоит бросать или же полностью пропускать. Тем более, может оказаться, что в них есть какое-то очередное сраное предзнаменование. Ода мог оставить там намёк на то, что происходит в данный момент. Луфи может посрать, и тысячу глав спустя начнётся арка острого вонючки какашки. Я не удивлюсь, если... Неудивительно, даже не удивишь, серьёзно. Всё возможно. Ода ещё тот затейник. Ода так и сделает. Гому-гому, но пук-пук. Я ребёнок, я грёбаный младенец. Ещё я не уверен, насколько хорошо помню многие из арок, но давайте, давайте уже начинать. Итак, первое у нас остров Драм. Окей. Хотя мы ранжируем их от S до D, я не считаю, что D это плохо. Это B или C? Пока поставлю в B. Когда я думаю о Ван Писе, а именно о барке острова Драм, я вспоминаю флэшбэк и предысторию Чоппера. В Ван Писе много любопытных фраз. Но мне особенно врезалось в память то, что сказал доктор, когда съел гриб. Он сказал, люди не умирают, когда в них стреляют, или они едят ядовитый гриб, или ещё отчего. Они не умирают, когда умирают. Бля, звучу как типичный фанат Фэйт. Они не умирают от вы... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хорош, хорош, согласен. Выстрелов или грибов, они умирают, когда их забывают. Я до сих пор помню эту фразу, это прекрасная фраза, и подводка к этому моменту абсолютно великолепна. По какой причине это B, многие ранние арки Ван Писа страдают от одной проблемы. Злодей выглядит слишком слабым, Вапл был проходным злодеем. Он должен был вызывать ненависть, и это ему определённо удалось. Но ещё он был пиздец слабым. Не было сомнений, что Луфи сможет его победить. Если задуматься, в Острове Драм не так много чего-то примечательного, помимо флэшбэка. И присоединение Чоппера к соломенным шляпам. Наверное, Си. Пока поставлю в Си. Это же не насыщенная лором арка. Какой лор был в этой арке? Потому что сложно классифицировать арки Ван Писа только на основе имеющегося в них лора. Многое из лора начинает обретать смысл только спустя тысячи и тысячи глав. Так что это сложно оценивать. Для этого пришлось бы оценивать весь Ван Пис в целом. Проблема в том, что я не припоминаю подробностей лора. Можно пересчитать по пальцам арки, в которых действительно много лора. И он, по большей части, начинает играть роль после таймскипа. Думаю, многие арки Ван Писа до таймскипа можно оценивать как бы сами по себе. Остров Драм — это фантастическая самостоятельная история. И сказанное также относится к Алабасте. Алабаста для меня в эстире. Это одна из моих любимых арок. Алабаста хороша как самостоятельная история и как одна из историй Ван Писа. Я часто говорю, что если бы Алабаста была отдельным аниме, если отвести серию или две, чтобы обрисовать картину и завязку Алабасты, в отдельном 26-серийном сезонном аниме получился бы претендент на аниме года. Это был первый раз, когда злодей представлял настоящий... Ну, в Алабасте, да, согласен. Достаточно сильный злодей. ...почтающую угрозу для Луфи. Крокодайл очень крут. Это был первый раз, когда при виде злодея ты думаешь... Охуеть, пиздатый чел, просто ебануться. Злодеи, которые были представлены в Эстблю, ранее на Грандлайне, типа, кто... кто они вообще такие? Какой еще Орлон? Нам как раз-таки должны были показать... Уже... Начали показывать фрукты, которые... Как это? Логия. Логия, правильно. Крокодайл очень даже оправдал ожидания. И еще из невероятного... Я даже помню, что я очень офигел с его силой, я просто не представлял, как Мугивары смогут победить, в принципе, как против Крокодайла вообще сражаться. Была Виви. Виви стала отличным пополнением команды Соломиной Шляпы. И ее вовлеченность в сюжетную арку Алабасты только усилила мой интерес. Видеть, как она отчаянно пытается остановить происходящее в Алабасте, видеть, как она любит страну и как упорно пытается ради нее, это просто... Бог ты мой, я помню отдельные моменты. И помню, насколько меня впечатлила та или иная арка. Но в «Ванписе» тысяча глав. Многие детали забываются. Сейчас я оцениваю «Ванпис» по моментам, которые помню. И Алабаста на высоте, как одна из самых запоминающихся арок. Я помню, как сильно мне понравилась Алабаста. Последнее прощание Алабастой со мной навсегда. Джая, окей, ее сложно оценить. Это очень короткая арка. О, но Джая офигенная арка. Мне кажется, нечестно оценивать ее как отдельную арку. Она должна быть частью арки Скайпия. Тем не менее, мне нравится Джая. Если оценивать удовольствие от Джая, то это «А». Потому что тот момент с белыми охуителен. Это момент «А» тира. И не только белыми. Еще речь черной бороды. Два неебических момента в одной очень-очень маленькой арке. И в Джае был первый раз, когда, знаете, этот момент во всех сенанах есть, когда злодей недооценивает силу героев или герой скрывает свою силу. Мне нравится, как... Ну, или точнее, когда для нас показывают очень имбовую силу злодея. И ты начинаешь думать, как? Как, черт побери, главный герой справится с этой проблемой? Как он справится с противником? Как это реализовано в «Ван Писе»? В виде не уровней сил, а наград за поимку. Награды — уникальный способ измерения сил в «Ван Писе». Мне нравится, что вместо «А» тира, «С» тира или чего-то типа такого, есть размер награды, означающий, какую угрозу в тебе видит правительство. Это такой уникальный способ. В уровнях сил чисто нет смысла. Когда расставляешь персонажей по уровням, всегда будет персонаж, который втайне сильнее своего уровня силы, или персонаж, который втайне слабак. Вы поняли, о чем я. В «Ван Писе» же все логично. Награды — не прямой показатель самой силы. На них влияет больше факторов. Это примерный показатель силы. Если награда за кого-то высока, то они сильны. И при равном уровне награда может быть выше у того, кто больше угрозы для правительства. Это прям уникальный способ измерения силы. Должен сказать, «Джая» нравится мне больше, чем «Скайпия». «Скайпия» для меня крепкая «Би». «Джая» установила для «Скайпии» немного высоковатую планку. После удара белыми я был такой «Блядь, да, я на хайпе перед «Скайпией». Но я кайфовал, когда в противостоянии Луфи и этого типа, который электричеством гасит. Я просто угорал. Я просто угорал, насколько абсурдно появился такой противник, который реально может затащить. Просто противовес. Казалось бы, сила, просто логия электричества была реально мощна. «Скайпия» была хорошей. Насколько помню, в «Скайпии» было много затянутых моментов. Может, в манге другой темп, я не знаю, потому что вплоть до Мэринфорда я смотрел именно аниме. Мне понравился НЛ, понравилось, что были представлены хаки. Но помимо флэшбека и момента с золотым колоколом, я ничего оттуда не помню. Панеглифы? Панеглифы не момент. Панеглифы — это лор. Я стараюсь по возможности оценивать арки обособленно. Я буду часто повторять это для арок до таймскипа. Это станет сложнее для арок после таймскипа, потому что в них начинается отдача. Я жду отдачи. Вот чего я жду. Идём дальше. «Лонгринг» — «Лонгленд». Ммм... Это моя наименее любимая арка «Ван Писса». С ней всё просто. Для меня в ней из приметного было только знакомство с Ао Кидзи. Та сцена, где он замораживает весь океан? «Святая ебанина» — нет лучшего способа показать, насколько сильны адмиралы. Эта сцена... Согласен. ...взорвала мне мозг, когда я её увидел. Согласен, согласен. Здесь я полностью согласен. Это велосипедики просто. Камон. Я прям-прямо реально прочувствовал, насколько он хороший, силён. ...сидел. Я был такой... Это? Это потолок силы, которого Луфи должен достичь. Помимо этого, я толком ничего не помню. Моя наименее любимая арка. Идём дальше. «Waters 7». «S-тир». Без раздумья «S-тир». И заодно «NES-лобби». Наверное, следует начать с «Waters 7». Не знаю, почему они считаются заразные арки. Это одна и та же арка. Пока я не начал говорить после «NES-лобби». Мне очень понравилась арка с Бруком. Я не так хорошо запоминал каждую арку. Сейчас я по ходу видео вспоминаю название арок. Блин, я так хорошо запомнил арку с Бруком. И очень хорошо запомнил арку, где погиб Эйс. Ну, с Бруком я, помню, даже немножко прослезился. И песня мне это навсегда запомнилась. Йо-хо-хо-хо. Ах. Эльна арка? Буду считать их за одну, потому что я не знаю, где пост «NES-лобби», а где просто «NES-лобби». Так что вот та причина, по которой я стараюсь особо не учитывать лор в отдельных арках. Типа одна из моих любимых частей «One Piece» — этот момент после каждой арки, где показывают, чем занимаются все остальные в мире, обновляются награды за них и так далее. Это одни из моих любимых моментов «One Piece». Эту часть я группирую с предшествующей ей аркой. Если пост «NES-лобби» — это происходящее после «NES-лобби», то это... Я поставлю её рядом с «NES-лобби». «Waters 7» просто, блядь, невероятная. В ней был самый большой конфликт между членами команды. Луфи против «Усопа», и мы все знали, чем кончится этот бой. Однако от этого он вовсе не стал менее эмоциональным. В этой арке много поразительных моментов, и этот момент особенно выделяется. И я был шокирован, мне даже не приходило в голову, что внутри команды может случиться конфликт. До «Waters 7» было ощущение, что это просто жизнерадостный сериал, где не знают забот, помимо, конечно, драк со злодеями, и происходящего в мире или во флэшбеках, но команда казалась сплочённой. Я вспомнил, что перед дракой напряжение нарастало. Меня, если честно, очень бесила истерика «Усопа». Очень бесила истерика «Усопа». Но, с другой стороны, я его... По сюжету я понимал. Я понимал, почему у него такая истерика. Но иногда бесил, просто выбешивал. И на моменте, когда Санджи ударил Луфи, просто, бля, мне самому стало не по себе. Я хотел сказать про предысторию Фрэнки и Робин. На тот момент они казались одними из самых печальных предысторий Ван Писса, но сейчас я уже не уверен. И помимо всего... Я считаю, одно из печальных предысторий Брука. Хотя у каждого тоже. И у нами мне показалось тоже очень печальной. ...сего этого всё... Да, блин, там у каждого печальная, блин. Я не могу выбрать. Исходящее с Ника Робин. Видеть её развитие и видеть её превращение из хладнокровной девицы, которая отстраняется от команды, видеть, что её... не просто приняли, а она захотела стать частью команды. В этой арке мы увидели Робин как одну из соломенных шляп. И вид этой перемены доставлял столько приятных эмоций. Эта фраза «Я хочу жить, господи, боже мой!» Мне нужно отойти, мне, мне, мне нужно отойти! На секундочку. Я не могу сдержать эмоции, я не могу сдержать эмоции, говоря об этом. Всё это вызвало целую бурю эмоций. Я плакал. Я плакал. Но перед этим... Соги Кинг. Сожги флаг. О! О, этот хайп! До хуя хайпа, боже мой! Соги Кинг, сожги флаг. Энни против СП-9, мурашки, мурашки. И, более того, они объявили войну мировому правительству. Мы перешли от Пок Чамп-момента к Библи Тумп-моменту. Всего за несколько панелей. Но, ребята, это ещё не конец. Хотите больше? Как насчёт второго гера Луфи? Как насчёт третьего гера? В одной, в одной ебучей арке! Знаете, что невероятно? После всего сказанного, после всего фанбойства. Я даже не уверен, что это самая лучшая арка Ван Писса. Тот факт, что Ода может выдать такое со словами... Не, не, погодите, что ещё будет? Это ещё будет не всё, по-любому. Она определённо в первой пятёрке. На заре приключений, мне кажется, это Си. С неё всё начинается, да. Но я не то, чтобы многое о ней помню. Она знакомит с Луфи, она знакомит с Шанксом, знакомит с Зоро, нами и так далее. Да, это Си, мне особо нечего о ней сказать. Оранж Таун, Ди Тир, Мэф, Тарайан и Мини... Папа, мне так понравилось, где рассказывалось про Луфи, про... Про Шанкс, и достаточно интересно было за этим понаблюдать. Блин, я не могу даже как-то распределять арки, если честно. Вообще не могу, у меня не получится. Потому что каждый из арок по-своему особенная. Реально, по-своему особенная. Любимая арка после Лонгринг, Лонг Лэнд. Просто Багги не показался мне таким уж интересным злодеем. Он начал мне нравиться уже после событий Оранж Тауна. Многие из вас оценивают это задним числом. Багги становится более интересным персонажем куда позднее. И я этого не отрицаю. Но на время арки, когда только начинаешь смотреть Ван Пис, он просто... он... Я едва не назвал его клоуном. Я всё. Я всё. Не надо, не смей. Обзор Багги закончен? Обзор Багги закончен. Он буквально клоун. Буквально и во всех других смыслах. Я отношусь также ко многим ранним аркам Ван Писа. Я не считаю их плохими, но особенно Оранж Таун и особенно Деревня Сиропа, из-за этих арок людям становится сложнее увлечься Ван Писом. И я могу понять из-за элементов, присутствующих в этих арках. Багги был просто раздражающим клоуном. Я могу понять новых зрителей. Меня очень раздражал Усоп. Я понимаю, почему Усоп обманывает и всё такое. Это была красивая деталь его характера, с учётом его предыстории. Но в Деревне Сиропа он был чертовски раздражающим. Сейчас он охуенный. Сейчас он охуенный. Однако его предыстория показалась мне слабее предыстории некоторых других соломенных шляп. И не думаю, что Кура был хорошим злодеем. Для меня Оранж Таун и Деревня Сиропа в числе самых незапоминающихся моментов. И мне кажется, конкретно... Блин. Блин. Ну ладно. Ладно. Нет. Ну... Сложно не поспорить. Эти две арки виновны. Хоть я и только что пару минут назад сказал о том, что каждая арка... Хотя, ну блин, Сусоп там тоже по-своему уникальна ситуация. Про ложь, про то, что ему перестали верить. Блин, ну... Может быть, я так настолько чувственно отношусь к Ван Пису, что для меня каждая арка особенная. Я не знаю, черт побери. Ну, блин. Там реально каждая арка по-своему для меня запала в душу. В том, что они в самом начале оттолкнули от Ван Писа многих людей. Знаете, мем типа фанаты Ван Писа такие, через 50 серий станет лучше. Думаю, это во многом из-за того, какими получили Сорнш Таун и Деревня Сиропа. И мы дошли до Барати. Для меня или Би, или Си. Поставлю в Би. Да, Барати определенно лучше, чем Остров Драм. Многие фанаты Ван Писа говорят, что Орлонг – поворотный момент, когда Ван Пис, знаете, становится хорошим. Но я считаю, что это была Барати. Ван Пис становится хорошим, но Барати. В Орлонге мы видим удивительные моменты. В Орлонге мы видим первые удивительные моменты Ван Писа. Но и в Барати были действительно хорошие моменты. Естественно, предыстория Санджи, а еще Михок. Если так подумать, Михок, возможно, даже вытягивает Барати до Эйтира. Пожалуй, момент с Михоком был моментом, который продал мне Ван Пис. Так, смотрите, насколько удивительным был момент с Михоком. Он продал мне Ван Пис в дубляже Фо Китс. Очевидно, момент должен быть охуительным, если ему удалось это в этом ебаном дубляже. Но я пока что оставлю его в Би. Просто на всякий случай. В других арках много достойного Эйтира, о чем я забываю. Барати – это Би. На Барати Ван Пис становится хорошим. Но затем идет Орлонг Парк, где Ван Пис впервые становится абсолютно убийственным. Если Ван Пис не понравится вам после Орлонг Парка, он не понравится вам вообще. Орлонг Парк – это Эйтир, может быть, Эстир. Наверное, Эйтир, просто из-за высокого стандарта Эстира. Получилось просто идеально. Б для Барати. Эмоций было много в Орлонг Панк. Барати А для Орлонг Парка. Момент с нами просто, блядь, невероятный. Это первый момент в Ван Писе, от которого... Полностью, полностью, всецело согласен. Полностью. Я потерял дар речи. Я потерял дар речи от многих моментов Ван Писа. Но тот момент, когда она берет этот нож и бьет по тату, бьет по руке, я смотрел, затаив дыхание. Не было слышно ни звука, и только нами что-то говорило. Этот момент показал мне, насколько хорош может быть Ван Пис. Для меня единственный момент, который его превзошел, это момент с Нико Робин. И поэтому Эниэс Лобби в Эстире. После этого последовал один из многих в Ван Писе эпичных моментов с командой. Это сцена, где Луфи дает ей шляпу, и затем камера отдаляется, показывая всю команду. Вы знаете, о чем я говорю. Ван Пис просто мастерски делает подобные сцены. Ни одно другое аниме не вызывает у меня таких мурашек, как командные кадры из Ван Писа. И знаете почему? Они заслуженные. В этой арке собрана вся суть Ван Писа. Алабаста очень-очень длинная. А Орлонг Парк — это короткое собрание эмоциональных и хайповых моментов. Она намного короче других, более длинных и эпичных арок. Я помню, я показывал Орлонг Парк Сидни и сказал, вот за что я люблю Ван Пис. Она плакала, волновалась и всё такое, а потом сказала, окей, теперь я понимаю, я понимаю. Переходим к Локтауну. Локтаун, думаю, тоже би. Мне очень понравился Локтаун. В нём не было таких эпичных, супер-хайповых моментов, но арка мне просто понравилась, и точка. Не из-за важных сюжетных событий, а из-за маленьких моментов. Зоро подбрасывает меч, чтобы проверить, отрубит ли ему руку. Я обожаю этот момент. Это был, это был крутой момент. Тасиги и её взаимодействие с Зоро. Клоун вернулся, Багги вернулся. И он был симпатичнее, чем в Орленжтауне. Впервые появляется Драгон, это тоже эпичный момент. Луфи, по сути, повторяет то же, что сделал. Но, когда появился Драгон, я сначала не до конца допирал. Что это за чай? А потом, когда допёр. Голд Роджерс на платформе не было ни одного момента, когда я бы такой, да, пиковый ванпис. Но было много моментов, когда я... Каждая серия доставляет удовольствие. Для меня это сильная би. И здесь же представили Смокера. Вопреки вашим ложным обвинениям, ребята, Смокер был представлен в Локтауне. И я обожаю Смокера, он крутой. Остров Реверс, поставлю её в Си. Я мало что запомнил из Реверс Айленда. Лабун был просто... неплохим. Это была неплохая история. Мне в Реверс Маунтинг было интереснее всего узнать про Гранд Лайн. Узнать, как устроен Гранд Лайн. Потому что Гранд Лайн был, знаете, расхайперинг, как гигачат морей. Та сцена в Реверс Маунтинг, где они делятся мечтами, ставят ноги на бочку и поднимают тост, они плывут на Гранд Лайн, это была самая интересная часть. И увидеть, насколько сложна навигация на Гранд Лайне. Всё это было очень интересным. Но она ощущается скорее как промежуточная арка, а не полноценная. И поэтому она отправляется в Си. Далее у нас Виски Пик. Знаете что? Я сделаю кое-что безумное. Сделаю кое-что безумное. Поставлю её в Би. Мы же оцениваем по удовольствию. Удовольствия от Виски Пик было не меньше, чем от Локтауна. Знаете почему? Мы увидели Зора, ведущего себя как ёбаный чат. И это было очень весело смотреть. Когда Зора бросил вызов ста наёмникам, или сколько их там было, это просто, это было очень весело. Для общей картины она не слишком важна, но Зора против Барок Воркс это было очень-очень-очень весело. Одна из моих любимых сцен с Зора, когда он дерётся сотней людей. И ему встречается мисс Мандэ, и он такой... Не, ну Зора... О, поиг... Зора по-своему бесподобен. ...явился претендент, кадр сменяется, и Зора, блядь, держит её лицо в кулаке. И она кричит от боли, и я такой, нихуя себе, он чат. Это было весело, не знаю, было весело. Переходим к Литл Гардену. Литл Гарден был слишком затянутым, по моему мнению. Для меня это си. Не знаю, изменилось бы моё мнение, если бы я читал Мангу. Она была немного слабоватой. Уже близится, близится триллер, парк. Я уверен, что ты поставишь её на самую вершину. Близкий пик был незначительным островом в начале Грандлайна. Эта арка была очень короткой. Литл Гарден, это был первый большой остров, он был... Да, он был до острова Драм. Да, и он, наверное, просто не оправдал моих ожиданий. Оглядываясь, я не понимаю, какого хуя им доставил столько проблем Мистер Три. Больше всего в Литл Гарден мне понравились гиганты. Мне понравилась их предыстория, и они как персонажи. И мы подошли к Триллер Барку. С этой сложно. Вот как я вижу Триллер Барк. Триллер Барк — это арка Сеттира с A и S моментами. Так я вижу Триллер Барк. Так, мне взять среднее... И выбрать Тир Би? Или оценить её по определяющим моментам? По определяющим моментам. Некоторые из лучших моментов Ван Писса произошли в Триллер Барк. Она неплохая, но Триллер Барк был совершенно неинтересным. Пока... Да ну ты гонишь, что ли? Как это? В смысле он, мол, неинтересным был? Да ну! Когда не началась драка с Орзом? Перед дракой с Орзом был один примечательный момент. Когда Луфи засунул зомби обратно в землю. Помимо... Но это даже превратилось в мемчик. Где Луфи заталкивает обратно зомби. Тут да. Поэтому до драки с Орзом я не увидел в арке ничего особенного. Гека Мория очень меня разочаровал как Сити Букай. Большая часть арки была скучной. Тем не менее, нельзя не упомянуть момент Зора. Как вы поняли по Виски Пик, я симплю Зора? Господи, блять, боже мой. А как же Брук? Как же, черт побери, Брук? Не, ну Зора-то понятно, это да. Мужик. Для меня в тот момент Зора и Кумой и ничем, ничем больше. После него Зора стал моим любимым участником команды. Если Зора и нужно было доказывать, какой он абсолютный гигачат, он сделал это в тот момент. Он не только показал, насколько он крут, он также показал, насколько он верен. И почему он заслуживает быть правой рукой Луфи. Вся команда соломенной шляпы верна. Просто Зора доказывает это на уровне, которого мы не видели от остальных. Это мурашки по всему телу. Это пиковый ванпис. И, пожалуй, по этой причине я оставлю её в Эй-тире. Хотя, как я и сказал, в целом триллер Барк – это арка Си-тира. Но высшие моменты триллер Барка заставляют меня забыть, как арка тянулась в другие моменты. Предыстория Брука, она меня тронула. Но момент Зора просто превосходит всё в этой арке. И превосходит даже... Не тронула она его. Нифига я тебя не тронула. Если бы тебя тронуло... Ну, блин. Я бы точно в Си поставил бы. Потому что история Брука меня действительно жёстко тронула. Вы только вспомните, как этот оркестр играл. Йо-хо-хо-хо. Блин, ну я не знаю. Я когда вспоминаю, мне становится реально очень грустно. Это очень сильно тронуло. Ну нет, здесь я и так же соглашусь насчёт Зора. Да, Зора красавчик. Принял на себя очень жёсткий удар. От Кумы. Эйтира или Низ Эстира. Для меня Сабаоди это прокачанная Джая. Точнее, точнее, я испытал всю боль накопленную. Сабаоди и Джаи много общего. Она ощущается, как промежуточная арка перед чем-то большим. Она очень короткая. В арке проходит очень мало времени. Это та же Джая, но в ней больше удивительных моментов. Нет, Эстер, Эстер. Я сейчас вспоминаю некоторые моменты из Сабаоди. Она короткая, и в ней есть моменты С-тира. Как и в Джаи, Луфи бьёт чувака кулаком. При всей хайповости удара по белыми, удар в Сабаоди умудряется быть в 10 ёбаных раз круче. Ну просто ебануться. Было представлено первое поколение, что тоже было очень хайпово. Кидзеру по полной просто флексил перед соломенными шляпами. И здесь же появляется Рейли. Я перечислил всё это и просто сам охуел. Это арка Эстера. Я только что вспомнил, сколько всего происходит в этой арке. В ней появляется Рейли, правая рука Роджерса. Люди мало говорят о моменте с ним. В этой арке много удивительных моментов. Я про момент, когда он придается воспоминаниям обо всём, что случилось. В его речи мне запомнились два момента. Первым был день, когда Роджерса казнили, и он сказал, что он в жизни так сильно не смеялся, и что он в жизни так сильно не плакал. Это меня растрогало. Бог мой, эта фраза так меня растрогала. И сразу после, когда он собирается проспойлерить конец Ван Писа, И Луфи такой, ё, бро, тэг, спойлеры! Тэг, спойлеры, бро, заткнись нахуй! Я не хочу знать, не надо тут спойлеров! Есть такое, есть такое. Луфи лучше, чем я. Я сейчас спойлерю вам весь чёртов Ван Пис, ребята. И Луфи такой, нет, не надо спойлеров. Нет, ты не спойлеришь. Если бы люди переживали о спойлерах, они бы не зашли бы на это видео. Я бы, например, не зашёл бы на это видео, если бы не смотрел бы Ван Пис, серьёзно. Потому что я бы не хотел бы спойлеров. Спойлеров? Я не хочу знать, дай мне пережить это самому. Особенность Луфи в том, что он как персонаж не получает развития, в том смысле, что Луфи не раскрывается нам с новых сторон. В Ван Писе очень-очень мало таких моментов. Зато в Ван Писе много моментов, напоминающих, что Луфи за человек. И это один из тех моментов. Я только что сказал это, но был один момент, когда мы увидели Луфи с новой стороны в этой самой арке. А именно, когда он ломается после того, как все пропадают. В этой арке дохуя всего происходит. Я совершенно забыл, какая она насыщенная, пока не начал сейчас о ней вспоминать. Не поспорит. Соболея однозначно в эстире. Тут даже спорить не о чем. Окей. Дальше Амазон Лили. Дитер. Она была окей. О, блин. Я помню, как я испытал мурашки от того, когда они все удивились, что у Луфи есть королевская воля. Вот это был момент. И когда он пытался спасти эти девчонок, которые превратили в статуи. Блин, эти моменты я даже по несколько раз перематывал. Амазон Лили не было никаких крупных запоминающихся событий. Чего? Хэнкок была лучшим в этой арке. Импел Даун. С ней все просто. Эй, тир. Импел Даун, как мне кажется, затмевается просто потрясающим Марин Фордом. Вроде в Импел Дауне мы впервые видим чье-то повторное появление. Возвращается важный персонаж. Я не могу сказать про Импел Даун ничего плохого. Моя главная претензия к Импел Дауну в том, что она была... Самую малость хуже того, что я ставлю в эстир. Само собой, в ней был Бон Курей и, блять, как можно сделать небезразличным этого персонажа? Помню, когда Бон Курей появился, и я подумал, как возможно заинтересовать меня в смеси балерины и клоуна? Импел Даун для меня находит... Он реально невероятен. Это... Это... Это даже я... Не. Он очень хороший персонаж. Очень крутой, очень ржачный. ...на вершине Эйтира. Просто она во многом затмевается тем, каким потрясающим был Марин Форд. В Импел Дауне были прекрасные моменты, но это скорее подготовка к Марин Форду. Марин Форд, естественно, в эстире. Это претендент на звание лучшей, блять, арки Ван Писа всех времен. Мне нравится всё в ине с лобби. Марин Форд единственный раз в Ван Писе, когда просто от начала до конца каждая глава была хайповой. Каждая до единой главы была на 9 или 10 из 10. Думаю, отчасти потому, что в отличие от многих других арок, это не самостоятельная. Она не самодостаточная. Марин Форд был кульминацией всего Ван Писа к тому моменту. И вдобавок, каждая глава была типа на 10 из 10. Потому что посмотрите на Ванну, на Эниэс Лобби, на все остальные арки С-тира. Они берут разгон перед убойными моментами, перед 20 главами, каждый из которых на 10 из 10. У Марин Форда этой цели служила целая арка, имплдаун. Думаю, Марин Форд — моя любимая арка Ван Писа всех времен. Потому что мало того, что каждая глава была на 10 из 10, в ней был, вероятно, крупнейший плод-твист Ван Писа на данный момент. Ода так долго ждал, прежде чем убить персонажа. И я говорю не об убийстве персонажа во флэшбеке. Нет-нет. Да-да. Он ждал 500 глав, прежде чем по-настоящему убить персонажа. И он убил ни одного. А двоих. Он ждал 500 глав, чтобы смерть произвела впечатление и что-то значило. И ебать мой хуй. Все говорят о главном событии. Но одна из моих любимых вещей в арке Марин Форда, о которой мало говорят, это одна фраза. Всего лишь одна фраза Белой Бороды. Его экипаж по какой-то причине называет его отцом. Помню, читая это, я думал... Ну, всем экипажам Ван Пису нужна своя фишка, им всем нужна фишка. А затем сюжет подошел к моменту, где пока... Нет, ты проникаешься насколько это глубоко. Насколько это глубоко. И да, да, хорошо, что он именно показывает этот момент, когда Белоуз рассказывает, что он... Насколько далеко это все было. Сказывают такой короткий флэшбэк с ним в дни его молодости, где он, игнорируя сокровища, говорит, что все, чего он хочет, это семья. Я ожидал другого большого события, не связанного с этим, но эти слова... Не, ну ах, как Белоуз сражался, это... Я реально очень много моментов пересматривал. Серия за серией просто. Белоуз это очень мощно. Очень мощно. Не просто, они просто... Настолько мощно, что он умер даже стоя. Стали меня врасплох. Просто тогда я не ожидал, что прозвучат эти слова. Я закончился. Я и без того был вовлечен эмоционально. И с этими словами круг замкнулся. И все об их команде встало на свои места самым прекрасным образом. И в таких моментах весь Ван Пис. Пошли дальше. Послевоенная. А это разве не часть Маринфорда? Тогда поставлю ее в Эй. Как я уже говорил, некоторые мои любимые моменты идут после больших арок. И арка после Маринфорда, пожалуй, моя любимая после арка. Из существующих арок Ван Писа. В этом предложении есть смысл. Понятно, о чем я? И, конечно же, мы получаем немного больше предыстории Луфи. Да, это высокая Эй. Возвращение на Сабаоди... На Бэшечку, да? В этой арке команда просто флексит новыми силами. Это приятная небольшая арка, доставляющая. Это Битир. Остров рыболюдей. Окей, в общем, изначально я собирался поставить ее в Си. Да ну брось, да ну нет. Это тоже отличная арка, которая очень много рассказывает. Да камон, мужик, ну нет. Ну нет, ну нет. Вспоминая ее, думаю, что она может заслуживать Би. Изначально крупнейшей проблемой Острова рыболюдей было то, что она шла сразу после хайпового Маринфорда. Я понял, что был сильно не разочарован, но я был сильно не в восторге от Острова рыболюдов. Только что прошли Маринфорды послевоенные, и ты думаешь, пиздануться в One Piece только что достиг пика. Как они это превзойдут? Что Ода готовит дальше? А затем выходит Остров рыболюдов. Ода всего лишь человек. Абсолютно невозможно переплюнуть хайповость Маринфорда. И думаю, поэтому... Ну, блин, я не совсем соглашусь, что Маринфорд прям все перекрывает. Ну, камон. Остров рыболюдей там тоже много рассказывалось. Но много важных моментов, на которые ты хочешь не хочешь, но обратишь внимание. И достаточно... Стекла там было достаточно. Многим Остров рыболюдей запомнился хуже, чем он на самом деле был. Но если вспомнить, сколько всего там произошло... После таймскипа мне стал по-настоящему интересен лор мира Ван Писса. Мы говорили о лоре в Алабасте и в Скайпе и всей этой прочей фигне. Мне было на это плевать. Мне было плевать. Потому что это ничего не давало, пока в Ван Писсе не произошел таймскип. Только тогда мы начали видеть отдачу от общего лора, от мира, от вселенной Ван Писса в целом. До этого я оценивал арки по их собственным достоинствам. После таймскипа стало намного сложнее оценивать арки по отдельности. Потому что пошла большая отдача от общего лора. Да, это Би. Это Би. Панк... Хазард. Хммм... Это Си. Для меня это Си. Нет, это Би. Я забыл про лорные моменты. Если бы не лорные хайповые моменты, это была бы Си. Началась совершенно новая эпоха. Настало... Настало время молодого поколения. Помимо этого, я почти ничего не помню о Панк Хазард. Там были, ну, смайлы, история со смайлами, гигантские дети и всё такое. И это, конечно, было грустно, но... Не знаю, по сравнению с другими историями Ван Писса, это не слишком меня тронуло. Дресс Роза. Так, что ж ты скажешь про эту арку? Эй. Это Эй. Бля. Я сказал, что перед Эдс не может быть ничего выше Имплдауна. Но думаю, Дресс Роза на уровень ниже. Алабасты, Ватер 7, Эниэс Лобби, Сабаоди и Мэринфорда. Он прямо под ними. Дресс Роза был для Ван Писа четвёртой войной Синоби. Понимаете, о чём я? В ней было много хороших моментов, но также и много медленных моментов. Она очень-очень пиздец какая длинная. До Фламинго для меня один из самых интересных злодеев Ван Писа. Я, кстати, был очень удивлён такому персонажу, как До Фламинго. Казалось бы, изначально, как показали его силу, я такой... Блин, эта сила не выглядит имбово. Но До Фламинго смог сделать эту силу имбовой, чёрт побери. И это меня впечатлило. Гениальность всего этого. Билдап начался ещё задолго до Дресс Розы. Даже не один из самых интересных злодеев, а один из самых интересных персонажей. Охуительнейший злодей. Момент, который продал мне До Фламинго, был задолго до Дресс Розы. Это случилось ещё в Марин Форде, когда он говорит «Правосудие вершат победителей». И я такой... Бля, этот чёл понимает. Он видит мир таким, каким его не видит ни один другой персонаж. Он отличнейший злодей. Очень интересный. Даже грустно, что его побили. Я хочу больше До Фламинго. Арка очень хороша. В Дресс Розе много хороших моментов. Это А-тир. В ней есть моменты С-тира. Естественно, четвёртый гир Луфи немного нелепый. Четвёртый гир был хайповым, потому что он был имба, что пиздец. Просто первое впечатление было не таким сильным, как от второго и третьего гира. О, ещё Саба, я про него забыл. Как я и сказал, в Дресс Розе есть о чём поговорить. Проблема не в этом, проблема в том, что Дресс Роза была слишком длинной. Дзо. Дзо, я правильно говорю? Поставлю-ка я её в Би. Дзо ощущалась как подготовительная арка. Она была похожа на Импл Даун, но с меньшим числом поразительных моментов. Концепция была чертовски интересной. Остров на животном. Это показалось мне чертовски интересным. Это была подготовительная арка. Только в ней было не настолько много примечательных моментов, как в других подготовительных арках из Эйтира. Пирожный остров. Ммм, это сложно. Один из крутых. Она прямо на границе. Я поставлю её вниз Стира. Многое в пирожном мне очень понравилось. Особенно предыстория Санджи. Я сделал предположение... Глуп... Полностью согласен. Полностью согласен. Пэгард, зачем ты делаешь предположение о Ван Писсе? Я предположил, что раскрывать команду соломенных шляп уже некуда. Всё уже сделано. А затем Ода ошарашивает раскрытием Санджи. И я такой... Чего? Чёрт, окей, окей, окей. Его раскрытие, наверное, мое любимое раскрытие персонажа из всех. Членов команды Ван Писа. С ним может соперничать разве что Ника Робин в Эне с лобби. Мы увидели Санджи с новой стороны. Драка с Катакури, вторая из моих любимых драк Луфи. Она была хайповой. Просто хайповой. С учётом сказанного, это... Низ S-тира или верх A-тира. Совет королей. Это загадочная арка. Она хайповая. Хайповая не из-за каких-то моментов. Она хайповая из-за лора. Вот как я её вижу. Помните, я говорил, что мои любимые моменты Ван Писа это пост-арки? Арки, где мы видим, что делают все остальные, и хайпуем из-за лора. Хайпуем из-за обновляемых наград. Совет королей? Это оно самое на крэке. Это самая большая фансервисная-нефансервисная арка Ван Писа. И говоря фансервисная-нефансервисная, я не имею в виду ха-ха-сиски. Она фансервисная, потому что хайпово видеть всех этих персонажей из предыдущих арок, собравшихся в одном месте, взаимодействующих друг с другом. Было так хайпово это видеть. В совете было больше всего экспозиции о вселенной Ван Писа. И это само по себе хайпово. За удовольствие ставлю её в A-тир. Идём дальше. Вана единственная из всех этих арок, которая ещё не закончилась. Это S-тир. S-тир. Возможно ли вообще спорить с тем, что Вану в S-тире? Единственный аргумент, который я приму о Вану... Там чат, чат, чат у него разрывается. S, S, по-любому S. Это что? S. Она может быть невеличайшей аркой Ван Писа всех времён. Это, это единственный аргумент о Вану, который я приму. Если вы ещё не начали Вану, если вы не читали Вану, это что-то. Вас ждёт отличное времяпровождение. Вану берёт всё отличное, что есть в Ван Писе, и собирает почти самодостаточные арки. Не скажу, что Вану лучшая арка, я пока не знаю, она ещё не закончилась, но Вану для меня однозначно лучшая самодостаточная арка. С ней может посоперничать разве что Марин Форд. Для меня Вану самодостаточная история. О Вану говорит многое, только... Я, к сожалению, арку Вану... Ничего не могу сказать. Потому что ей нужно три акта, это арка из трёх актов. Может, я совершенно не объективен из-за эффекта недавности, и я на хайпе, потому что прочитал её только что. Но, господи боже, отдача, которую мы сейчас получаем, не, блядь, сравненная. Охуеть не встать. Я не хочу много говорить о Вану, потому что из всех арок люди могут быть недовольны спойлерами именно про Вану. Кто-то читает мангу, а кто-то смотрит аниме. Я не буду рассказывать о последних событиях. Однако я скажу, что она доказала мне в очередной раз, что спустя тысячу глав Ода ещё может превзойти себя. И это невероятно, абсолютно невероятно. Ограничусь этим. Но скажу, что Вана — это, несомненно, пиковый Ванпис. Вот и всё. Это было приятно. Я как Луфи после третьего гира, мне нужна минутка, чтобы сдуться. Я оценил все арки Ванписа. И неважно, что мы можем предпочитать разные арки, или что мне одна арка или один момент нравится больше других, может, у вас другой любимый момент. Но меня это не волнует. Если вы фанат Ванписа, то мы можем быть друзьями. Сам Ванпис в эстире. Дочитав до Вана, я хайповал по Ванпису, и я хотел выговориться. Так или иначе, надеюсь, вам понравился стрим, он был очень насыщенным. И если вы фанат Ванписа, всё нормально, мы на кома. Надеюсь, вам, ребята, всё понравилось, и увидимся в следующий раз. Пока! Спасибо за просмотр. Блин, достаточно действительно хороший ролик. Я не до конца ожидал, что будет именно чётко разбор по тир-листам. Но в некоторых моментах я не соглашусь. В некоторых моментах действительно Гигук оказался прав. Но для меня, лично для меня, я бы все арки поставил бы в С-класс, и всё. Потому что в каждой арке какая-то своя особенность, какая-то вот, какая-то своя изюминка есть, которая тебя цепляет и заставляет даже где-то призадуматься. Какой-то скрытый смысл в словах, какой-то скрытый смысл, который тебе показывают. Либо открыто вот так вот, вот как есть. Ну, это ещё одна причина, почему я люблю Ванпис. Пожалуй, да. Не могу, все поставлю в С. Что ж, ребята, пишите своё мнение, что думаете вы, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.